Американское издание The National Pulse обратило внимание на удаленную статью от 18 июня 2010 года, согласно которой Барак Обама, на тот момент сенатор от штата Иллинойс, участвовал в заключении сделки по строительству лаборатории биобезопасности третьего уровня в Одессе. Цитирую, Лугар сказал, что планы по созданию объекта начались в 2005 году, когда он и тогдашний сенатор Барак Обама вступили в партнерские отношения с украинскими официальными лицами. Лугар и Обама также помогали скоординировать усилия американских и украинских исследователей в этом году в попытке изучить и помочь предотвратить птичий грипп, цитирует National Pulse удаленный материал. Согласно отчету Комитета национальной академии наук США за 2011 год, Одесская лаборатория отвечает за выявление особо опасных биологических патогенов. При этом в материале сообщается, что третий уровень биобезопасности она получила из-за соглашения о сотрудничестве между Пентагоном и Минздравом Украины, заключенном еще в 2005 году. Но опять-таки предотвратить птичий грипп, то это научное исследование. Целями сотрудничества было предотвращение распространения технологий, патогенов и знания, которые можно использовать при разработке биологического оружия. Также обновленная лаборатория выполняет функции временной центральной референс-лаборатории с депозитарием, то есть сбором возбудителей. По украинскому законодательству имеет доступ к работе как с бактериями, так и с вирусами первой и второй групп патогенности, отмечается в сообщении. По информации статьи, в лаборатории занимались изучением лихорадки Эболы и вирусов второй группы патогенности с использованием вирусологических, молекулярных, серологических и экспресс-методов. В ней также велась подготовка специалистов по вопросам биобезопасности и биозащиты при работе с опасными биологическими патогенами. В среду, 9 марта, в Пентагоне заявили, что информация об использовании биолаборатории Соединенными Штатами Америки на территории Украины для разработки биологического оружия не соответствует действительности. Совершенно правильно, в этой лаборатории не разрабатывали биологическое оружие, а изучались патогены. Более того, в ведомстве назвали данное утверждение смехотворным. Однако, в тот же день заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нулан заявила, что на Украине есть биологические лаборатории, где проводятся исследования. Совершенно другие вещи. По ее словам, Вашингтон пытается не допустить перехода объектов под контроль российской армии. Надо сказать, что в Украине есть наука, есть ученые, есть исследовательские лаборатории и научные открытия, равно как в России в каждой более-менее развитой стране. И есть обмен контактами и совместные проекты между учеными Украины и теми же американскими учеными. Но Россия пытается сегодня все исказить так, будто из украинских лабораторий России видит угрозу. Везде враги, особенно в соседних с Россией странах. Нулан заметила, что по традиции Россия обвиняет Украину в том, что сама задумала и пытается провести в жизнь. То есть Россия может использовать химическое и биологическое оружие в Украине, как ответ якобы на соответствующую украинскую угрозу. Ну вот потому этот пузырь и раздувается. Опять-таки традиционно Россия защищается, как всегда, и ни на кого не нападает. Ну разве что проводит спецоперации. Ложь на лжи. Но мир уже это прекрасно понимает. Тут же официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова опровергла программу мирного использования биологических программ на Украине. По ее мнению, специалисты из США регулярно давали указания украинской стороне, как и с какой целью вести соответствующие наработки по данным программам. Захарова все знает. Любопытно, что до нападения России на Украину все это Российская Федерация, Российскую Федерацию, видимо, мало беспокоило. Ну а член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 9 марта Абдул Хаким Гаджаев отметил, что заявление НУЛОТ касательно биологических лабораторий на территории Украины можно расценивать как часть плана по подготовке провокаций, связанных с применением бактериологического оружия. Ну вот как российская фантазия может далеко зайти. По словам Гаджиева, американские биолаборатории по странному стечению обстоятельств находятся по периметру российской границы. Ну, видимо, он считает, что если на Россию Украина и будет нападать, то непосредственно из исследовательских лабораторий. Такая, так иначе не назвать, вот такая российская паранойя. Интересно, что глава Минздрава Украины Виктор Лашко в обращении к Всемирной организации здравоохранения прокомментировал утверждение российских властей о том, что в Украине готовят бактериологическое и химическое оружие, которое в теории могло бы распространяться перелетными птицами или летучими мышами. Цитирую, конечно, для любого образованного человека это не более чем плод больной фантазии. К тому же Россия прекрасно понимает, что такое постсоветская система лабораторных центров, как они работают и какими исследованиями занимаются, написал в письме КВОЗ Ляшко. Министр попросил Всемирную организацию здравоохранения опровергнуть заявление российской стороны. Цитирую, призываю вас как партнеров, досконально знающих систему биобезопасности и эпидемического надзора в Украине, выступить с официальным заявлением об отсутствии разработок биологического оружия в Украине и не допустить, чтобы тьма пропаганды затмила свет науки. Ну а ранее, в четверг, глава войск радиационной и химической безопасности Игорь Кириллов сказал, что Украина при участии США создала лаборатории по изучению распространения перелетными птицами и летучими мышами опасных инфекций и биологического оружия. Ну вот буквально ни одному заявлению российских представителей сегодня верить нельзя. Все ложь. Кстати, об антироссийских санкциях. О санкциях США мы уже говорили, а вот новые британские санкции затронули 204 россиянина, но 203 из них такое обрамление к портрету главного героя сегодняшней драмы Романа Абрамовича. Он широко известен в Британии благодаря клубу Челси футбольному, и отсутствие его имени в британских социальных списках было постоянной претензией к властям со стороны оппозиции, активистов и союзников. Абрамовичу в британском документе посвящен самый увесистый абзац с перечислением причин, по которым он попал под санкции. На это ушло более 400 слов. Даже у ближайшего соратника Путина Аркадия Ротенберга меньше 300, а про самого Путина просто сказано, что он президент и за все в ответе. Юристы говорят, что власти таким образом постарались максимально обезопасить себя на тот случай, когда, скорее чем если, Абрамович пойдет в суд оспаривать эти санкции. Пока это затруднительно, поскольку он даже не может платить своим адвокатам. Санкции против Абрамовича означают, что продажа Челси блокирована. Но, возможно, правительство может позволить ему получить специальную лицензию, разрешающую продать клуб, при условии, что Абрамович не получит выгода от продажи. Сейчас клуб не имеет права продавать билеты на матчи и на трибунах будут только обладатели уже проданных годовых абонементов. Но, как и во многих клубах Премьеры Лиги, и на трибунах таких большинство. Будут закрыты магазины клуба, продающие футбольную атрибутику и сувениры. Если до лета ситуация не изменится, клуб не сможет продать или купить игроков. На него фактически наложен трансфертный запрет. Более того, ряд игроков клуба, контракты которых заканчиваются этим летом, Кристенсен, Аспиликуэта, Рюддигер, не смогут их продлить. Новые контракты клубу заключать запрещено. Все это может измениться, как только Роман Абрамович сможет продать клуб. По мнению британских экспертов, правительство понимает важность предотвращения ущерба клубу и по этой причине необходимость его скорейшей продажи. В новых условиях финансовую сторону сделки будет контролировать государство. А пока, согласно специальной лицензии, правительство обеспечит для клуба проведение оставшихся игр Премьер Лиги. Все матчи футбольного календаря Челси должны состояться. Цитирую, я знаю, что это вносит неопределенность, но правительство будет сотрудничать с Лигой и клубами, чтобы футбол продолжался, а санкции ударили бы по тем, против кого они и предполагались, заявила министр культуры и спорта Надин Дорис. Футбольные клубы являются культурным достоянием и основой для наших сообществ. Мы полны решимости их защитить, добавила Дорис. Объявляя санкции, Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Британия не станет тихой гаванью для тех, кто поддерживает торжение России в Украину. Одновременно с Абрамовичем под санкции попали глава Роснефти Игорь Сечин, миллиардер Олег Дерипаско, глава Газпрома Алексей Миллер, глава Транснефти Николай Токарев, руководитель ВТБ Андрей Костин и председатель Совета директоров Банка России Дмитрий Лебедев. В заявлении правительства Великобритании отмечается, что с начала войны в Украине под британскими санкциями оказались более 200 российских физических лиц и структур. Всего в санкционных списках Британии теперь фигурируют более 500 лиц и структур, имеющих отношение к России. Санкции подпортят жизнь попавшим в списках и не дадут им зарабатывать или жить в Британии. Но, отмечая специалисты, это вовсе не означает, что они лишатся всего нажитого там. По нескольким причинам. Во-первых, суды в Англии независимы. Именно поэтому они так привлекают богатых людей со всего мира, Англия. Шансы защититься от наезда со стороны властей и даже получить потом компенсацию есть у любого. Взять хотя бы недавнее фиаско властей Британии, пытавшихся отнять два дома и квартиру у родственников экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. Или возраст, что называется, отмытых миллионов азербайджанскому депутату. Вторая причина – непрозрачность владельцев собственности Великобритании, которая делает арест активов делом сложным, а то и невозможным. Активисты годами требовали от правящей консервативной партии принять закон, обязывающий раскрывать конечных бенефициаров офшорных компаний, которые владеют недвижимостью в стране. Закон все время откладывали на потом и только теперь ему дали ход. Третья причина – о подготовке санкций власти объявили за месяц. Глава МИД Ли Страс грозила путинским олигархам еще в начале февраля. У всех, кого они потенциально могли коснуться, было время вывести, заложить или продать активы. Конечно, это не касается Челси. Футбольный клуб – не машина, не картина. Быстро продать или перегнать его в другую страну нельзя. Однако нескольких недель достаточно для монетизации этого актива таким образом, чтобы даже конфискация не лишила собственника денег. Поэтому санкционный список – это черная метка, но не продразверстка. Британцы обозначили тех, с кем не хотят иметь дела, отнять у них собственность будет очень непросто. И еще одно сообщение. Самолет с экс-президентом США Дональдом Трампом на борту совершил экстренную посадку в Новом Орлеане. ЧП произошло во время пролета над Мексиканским заливом. Как отмечается в материале ряда СМИ, у самолета поздно вечером в субботу 5 марта отказал двигатель. Это вынудило пилота совершить экстренную посадку в Новом Орлеане вскоре после вылета. Борт вынужден был немедленно вернуться в аэропорт и совершить незапланированную высадку пассажиров в Луизиане незадолго до 11 часов вечера. Самолет должен был доставить Трампа домой в резиденцию Мар-А-Лага в Палм-Бич из отеля Four Seasons в Новом Орлеане, где он пообщался с некоторыми из основных спонсоров партии на частном мероприятии. Самолет пролетел примерно 120 километров после взлета из аэропорта Лейк-Фронт и достиг высоты около 8,5 тысяч километров, прежде чем развернуться. По словам некоторых свидетелей, на борту лайнера была целая свита агентов секретной службы и другого персонала, сам Трамп и некоторые его советники. По словам людей знакомых ситуации, самолет принадлежал спонсору, который одолжил его Трампу на вечер. 45-й американский президент Трамп 4 марта заявил, что деструктивная политика президента Байдена повергнет страну в ад. Данные последнего опроса о деятельности главы государства являются неправдоподобно высокими, уверен Трамп. При этом, согласно исследованию, рейтинг Байдена сегодня достиг исторического минимума в 37%. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание, желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго, до встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин